Привет, друзья. В России накопилось такое количество внутренних противоречий, что бунт, революция практически неизбежны. Но откуда они могут начаться? Вот тут огромное количество разнообразных мнений. Кавказ с практически созданной уже независимой республикой, халифатом со своим падишахом Рамзаном Ахматовичем Кадыровдоном. А его окружают люди и страны с не менее горячей кровью и с огромными претензиями к тому же Кадыровуда и к федеральному центру. Или бунт бессмысленный, беспощадный и долгожданный начнется наоборот в центральных регионах России, которые с финансовой точки зрения не так любимы центром, как та же Чечня. А может быть источником недовольства, которое может перелиться во что-то более горячее, будут российские чиновники, которых Путин просто-таки толкнет в объятия к Кадырову, они этого совсем не хотят. И не рано ли мы списали со счетов, в смысле бунта, российских военных, самая терпильная социальная группа, которую только можно придумать в России. Все это мы обсудили с Александром Мусиенко. Оставайтесь, будет интересно. Итак, русский бунт, бессмысленный, беспощадный и такой долгожданный, такой вообще вожделенный на самом деле всеми нормальными людьми, живущими во всех странах, соседях России. Я собрал несколько версий, давай мы их с тобой обсудим. Первая версия, это версия Кулика. О том, что на самом деле бунт, несмотря на все эти телодвижения на Кавказе, типа Даги, Ингуши, Чечены, все остальные. Несмотря на это, бунт, вот именно бунт, не восстание, не революция, а именно бунт, может заразиться как раз от центральной России. Потому что Кавказ, Россия покупает. Чиновников местных каких-то этих, деньги туда ведут. А вот центральную Россию никто не покупает, поэтому у них накапливается негативное отношение к Москве, к центру обидам, которая может вылиться вот именно вот в этот вот бунт. Бунт, я уточнил у него, это собрались, ограбили самый большой торговый центр в городе, пошли дальше, два дня беспорядка, введение Росгвардии и так дальше по цепочке по всей центральной России. Ну, я думаю так, что, во-первых, у меня есть мнение, которого я придерживаюсь еще раньше, что бунт вообще возможен только в случае возвращения многих так называемых СВОшников с фронта. То есть без этого это тяжело себе представить. Почему? Потому что должны определиться горизонтальные связи между собой. Горизонтальная связь, фронт, тут все плохо, боеприпасов нету, снарядов, ну вот все, что Пригожин там озвучивал. И связь тут, а тут ситуация ухудшается, поскольку денег становится меньше, все дорожает, инфляция, а всем чиновникам на нас плевать и так далее. Вот она должна быть сейчас, она определенным образом была установлена. И как раз, в принципе, если бы появились движения сродни там Пригожинских и так далее, которые бы реализовали его замысел, но только реализовали бы адекватнее там, да, и дошли до конца, это все бы сбылось. Но сейчас, конечно же, почему я говорю о возвращении? Потому что сейчас, во-первых, забирают телефоны на фронте у многих, и действительно это влияет на ситуацию, они меньше созваниваются, меньше общаются. Но когда удается, ну там уже высказывают все, что они думают, и выслуживают, соответственно. Но когда они возвращаются, это подрывает обстановку изнутри, поскольку почему они возвращаются? Они другие, плюс достаточно много людей, которые там отсидели, маньяки вот сейчас мы видим, которые возвращаются, там и преступления растут. И все начинает это накаляться. То есть должна быть какая-то движущая сила. Он увидел там несправедливость, угнетение, он возвращается сюда и задает вопрос, а зачем это все надо было? А его накручивает, что смотри, как все тут плохо. Но что сейчас делает Путин, кстати? Путин, вот как раз то, о чем я говорю, у меня складывается такое мнение, что он понимает определенные аспекты угроз именно этой массы. Ему абсолютно плевать на центральную Россию, что там будет происходить, и что там будут думать, и кто куда, в какой торговый центр пойдет. Приедет Росгвардия, все правильно, всех разводят. Все, вопрос улажен. Но ему никогда не плевать на тех, кто с оружием в руках. И может пойти против него. Поскольку прецеденты были, без прецедентов были, правда? Пригожин опять же такие. И другие товарищи, которые хотели. Именно поэтому вот обрати внимание, как все происходит. Где-то что-то там, какие-то бунты, акции, еще что-нибудь. Ну там где-то, скажем так, на местах перегибы и так далее. Ну пускай выйдут, свою энергию выплеснут. Главное, чтобы против локальных властей, губернаторов тут и так далее. Стоило только такому себе военкору 13-му, да, начать критиковать все, что происходит на фронте, тут же каталажка. Раз и все. Все. Все о содержании под стражей, никаких вопросов. Потому что нельзя критиковать Путина за военную тематику, и нельзя критиковать за то, что происходит на фронте. Это табу. Он этого боится. Соответственно, он пытается выдергивать людей сейчас с СВО, так называемых, я их называю героями СВО. И он их вытягивает и будет пытаться расставлять их на определенные должности и позиции. Таким образом он хочет, как он думает, погасить негативные тренды, которые складываются в российской армии сейчас. То есть деморализация, недовольство начальством и так далее. Он думает, что сейчас он таким образом будет их выдергивать, формировать что-то сродни новой элиты. И вот эта элита, так называемая, должна стать его опорой. Потому что он катастрофически боится и понимает, что если эти все ребята пойдут против него, то у него нет шанса. Кто за него тогда? Кто с ним останется? Росгвардия возможна. Ну и все. И поэтому страх от того, что российские военнослужащие, недовольные на местах, начнут раскачивать ситуацию, плюс они начнут общаться с теми, кто там сейчас не на передовой, особенно тыловые части. Потому что передовым они все-таки в тех условиях, когда что они могут сделать? Штурмы, штурмы, штурмы. И там совсем другие сейчас интересы. Но вот тут уже другая горизонтальная связь. Это тыловые части. 100, 150, 200 километров. Они не в районе ведения боевых действий. Но они понимают, что они следующие. Если там все хреново, скоро будет все у них плохо тоже. И соответственно вот эти, вот этот костяк, он, собственно говоря, ведь где? С какими вагнеровцами Пригожин двинул? Он двинул с теми, которые были уже не на передовых позициях. Ну да. Это стало его опорой. И вот тут, собственно говоря, скажем так, и смерть Кащеева, что называется. Вот та самая иголка. Теперь касательно Кавказа. Ну не все так просто, потому что не всех можно купить. И тут же тоже вопрос. Опять-таки деньги. Да, деньги имеют значение. Ну так многие, например, представители других семей считают, что Кадыров получил свое положение и получает деньги. Соответственно, от Путина абсолютно не заслуженно. То есть финансовый фактор тоже присутствует. То есть финансовые переделки, финансовый фактор. Второе. Кавказ – регион, который предрасположен к движениям различного экстремистского толка. Толка, мы понимаем, радикального исламизма и даже определенного влияния террористических организаций, международно признанных. Типа Аль-Каида, типа Исламского государства и так далее. Один из очагов. Соответственно, этот фактор тоже нельзя изымать и нельзя на него не обращать внимания. Поскольку, интересный момент, когда США задекларировали разгром группировки Исламского государства в Сирии, они же разделились. Вот одна пошла там в Вилаята Харасан, это в Афганистане, та, которая причастна к теракту на Москве. Еще одна там действует в Африке. А третья ячейка, которая не смогла себя найти, она то там, то там. Но многие поклонники этой идеи и этой ячейки говорят, а почему не обратить внимание на Россию и Кавказу? Столько мусульман, столько мусульман. Такие перспективы, такая территория. И количество мусульман постоянно растет. Это же факт. Соответственно, а им же не надо все. Если будет 10%, их это устраивает вот так. То есть им не надо, там 90% будут нормальные люди, там все, они будут соблюдать, ходить в мечеть, не подвержены. Но если будет 10%, если помнишь, были инциденты в Махачкале, и не только, в Дербенте еще с оружием, они что, они же пошли, сожгли церковь, подожгли и убили священников в том числе. А что это такое? Несколько дней назад в Магасе ФСБшников постреляли из какого-то антитеррористического или что-то там какого-то этого, экстремистского отделения, прямо на въезде в город или возле заправки что-то кого-то расстреляли. Ну там же же заправка, а там заправка была рванула в одном месте, потом в втором. То есть я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что это второй фактор. То есть один фактор, это мы фиксируем русский. Хорошо, второй фактор. Тогда в этом смысле получается, что заявление Кадырова о том, что он является защитником всех нерусских, ну то есть читаем, да, мусульман, его заявление о том, что я мусульманин Кадыров, буду бороться за каждого нерусского в России, это попытка оседлать вот это вот движение, имея 40 тысяч бойцов. Да, да, попытаться оседлать, пытаться им нравиться. Опять-таки я хочу напомнить, что у Кадырова даже с Бастрыкиным главой Следственного комитета был конфликт публичный, когда они запрещали Никабы, Следственный комитет запретил, да, в Дагестане и Кадыров даже, а Бастрыкин вообще предлагал вести там уголовную ответственность и ответственность за ношение Никабов, и Кадыров заступился публично. То есть он у себя там в соцсетях написал и сказал даже, что да, да, он там, да, вот, что нельзя так. Да, в этом смысле да, но дело в том, что Кадыров не един. То есть бунт против Кадырова тоже возможен вполне, причем за идею, причем за то, что необходимо понимать, что далеко не все хотят и согласны работать с Кадыровым, и согласны подчиняться Кадырову. Почему? Потому что они считают его предателем, потому что он продался Путину, продался в Москве, и фактически они не хотят быть в зависимости. Они же хотят, вот идея халифата, опять-таки, почему я возвращаюсь к ней, она ушла из Сирии. Не знаю, может быть навсегда, может быть не навсегда, не знаю, это время покажет. Но сама идея жива, и они постоянно в поисках, а где найти место, где эту идею можно, в принципе, развивать. И талибы подвинули исламистов, вот, исламское государство и другие террористические организации из Афганистана. Иран тоже там немного их приглушил, там, на границе, где они были. То есть, в принципе, сейчас в Сирии события и так далее, но они ищут постоянно себя. Вот, я думаю, что не зря эпизоды там в тюрьмах, когда бунты, кстати, бунты поднимались в тюрьмах, в колониях, против начальства местного, которое что делало, по их версии, ущемляло права мусульман. И поэтому они взбунтовались против тюремного начальства. Было два или три даже эпизода за лето 24-го года таких. Ну, соответственно, это что? И потом террористическая организация исламской государства взяла на себя ответственность. То есть, они сказали, да, мы там причастны и так далее. Поэтому, я думаю, что тут еще второй момент. Это бунт уже против Кадырова, который тоже теоретически возможен. А Путин, в свою очередь, Путин вообще не видит угроз Кадырове. Он, ну, то есть, после Курской операции он приехал к нему как спасителю, знаешь, как из родника воды отпить в этой ситуации, потому что он там чуть ли не на Кадырова надежды, в университете спецназа там и так далее, и так далее. Ну, это для него притарианская гвардия кадыровцы. Но они же воспринимаются как приспечники режима. То есть, они абсолютно лояльны к режиму. Они абсолютно, да, там Кадыров выступает, да, он говорит. Но, опять-таки, с точки зрения того, что есть другие веяния и точки зрения, да, они не совпадают и далеко не всегда совпадают с Кадыровым. Смотри, по поводу Кадырова и по поводу антикадыровского бунта. Вот у Мурзагулова была версия, она, мне кажется, довольно странной, но, может быть. А о том, что если пойдет на попятную Путин в этой ситуации с Вайлдберрис, это будет означать, что проиграла та сторона России, которую представляет чиновничество. Да, ну, потому что Вайна, на самом деле, он такой, убер-чиновник. Он тянет за ниточки все чиновничество России, будучи там в администрации. А если Путин даст слабину и отступит перед кадыровским напором, то Кадыров реально становится силой номер один в России. Это как показатель для того, чтобы Кадыров и его вертикаль власти кадыровская, которая по всей России, что вот они сильнее, сильнее, чем Россия. А чиновникам это может не понравиться, потому что, ну, кадыровцев не любит никто в России. Ну, тут так необходимо сказать, что кадыровцев не любят, да. Это правда, но это факт. Но, тем не менее, кадыровцы после Курска и после успешной операции там украинских войск, когда они там появились, кадыровцы начали пользоваться особым доверием Путина. Дело в том, что Путин не зря посетил Кадырова. Не зря он после того, как летел с Баку после встречи с Алиевым, они общались, и не зря он вообще чуть ли там не просил их стать окончательно при Торианской гвардии и защищать режим. Поэтому тут все очевидно, что на сегодняшний день это пока что, по крайней мере, это оплот российского режима, и кадыров этим тоже пользуется. Может ли он, другое дело, может ли он под это проводить какие-то свои определенные интересы и создавать политические движения и так далее. Теоретически да, но я не думаю, что он способен самостоятельно поднять какие-то там, скажем, бунты против Путина, но против Кадырова все возможно. Но что сделает в этой ситуации Кадыров, если против него поднимает бунт? Не исключено, что он выйдет и скажет, так давайте вместе, я же всегда за вас буду. Я же всегда был с вами, давайте договоримся. Тут вот смотри, да, тут вот вопрос в том, что вот если это так, если действительно чиновничество как сила в России, я, честно говоря, думаю, что они, скорее всего, будут заниматься чистым саботажем, но, опять же таки, обладая практически бесконечным ресурсом, потому что чиновники в России все-таки обладают бесконечным финансовым ресурсом, да, они могут попытаться убрать Путина для того, чтобы остановить вот этот вот Кадыровский беспредел. Ну, то есть, если тебе Кадыров дороже, чем мы, то пошел ты нахрен. Желательно с табакей. Нет, 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 чиновничество ничего не может делать, ровно ничего. Ну, мы же помним, все собрания, где присутствует Путин, правда, то часть вообще, кто поумнее, сидит и отмалчивается, чтобы никто ничего не записал, не зафиксировал нигде. Это самое умное. А самые такие просто сидят и, ну, да, все, да, да, да. Поэтому я не вижу потенциал именно в чиновничестве. Почему? Потому что, ну, они не выглядят той силой, которая может что-то... Понимаешь, дело в том, что... Дело в чем? Дело в том, что не видно даже тех, кто может быть в сговоре и на сегодняшний день пойти, потому что они считают, что пускай лучше будет так, чем нежели пускай мы с кем-то будем разбираться где-то тайно там и все, но не с Путиным. Путина мы не трогаем. И поэтому я не верю, что это... Бунт он, это бунт. Это вот два аспекта. Это военные с людьми, которые на России, там не почувствуешь, что у них ситуация ухудшилась. Плюс Кавказ, да. Вот это да. Вот этот бунт, он может объединиться, и он действительно там достаточно серьезно иметь последствия. Это пока что, потому что дальше это надо будет смотреть за ситуацией. Да, кстати, вот по поводу изменения в ситуации. У Лямова есть информация, что два самых антипутинских региона сейчас в России, ну, настолько, сколько это возможно в России, это Курская и Белгородская области. То есть вот это вот два региона, где действительно реально могут вполне себе начаться бунты, просто потому что 10 тысяч помощи от государства, унижения и насилия от военных, которые там дислоцированы, и полное ощущение того, что они нахрен никому не нужны, в первую очередь центром. Вполне возможно. Это да, это да. А из тех, кто еще оттуда не уехал, не смылся, мы что-то понимаем, да, то есть из тех, кто еще... Извините, пожалуйста, а те, кто смылся, те хавают еще больше, потому что они плюс к этому еще и хавают отношения тех регионов, жителей, куда они приехали. А оно вообще не сладкое. Это не так, как у нас здесь. Ой, боже, вы ж биженцы, отдавай ты МВМЦ, отдавай ты МВМЦ. Нет, нифига, там все, типа, что ты приехал сюда. Ну вот именно. В этом вся Россия во многом. Но тут вопрос еще в чем? Вопрос в том, что Курская и Белгородская области, вот то, что происходит, они прозревают, да, но с того, что видно с оккупированных территорий, некоторые до сих пор были зазомбированы настолько, только что, сейчас только увидели, а что же происходит, а кто по вам наносит удары, а кто бьет по вам российской авиации, а почему вы по грибах сидите, ну кто бьет, ну Россия. И сейчас они только понимают, что они на самом деле не нужны. И это должно, конечно же, набирать масштабов. Потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим, вообще что Курская область, ну вот правили Алаудинова, ну работать там, защищать, а он как везде, то он там Курская АЭС, то еще везде, ну такое впечатление у меня, если посмотреть на карту, ну у меня впечатление, что их там по 20-30 человек расставляют, и они всюду, Курская область, еще и Запорожское направление успевают закрыть, ну реально просто, телепортируются, наверное. Ну так вот, конечно же, Курская и Белгородская область, потому что, понятно, украинская операция в Курской области, понятно, это фактор, это триггер для многих, это на будущее, показатель того, что, а кто нас может, самое главное, у людей пропадает доверие и вера в то, что им в голову убивали, что Россия непобедима, что Россия всех побеждает, никто никогда сюда не придет, и так далее. А доверие и вера в то, что есть у нас, пускай и авторитарный правитель, диктатор, но он нас защитит, вера в него падает. Все, ее нету, она угасает, потому что они увидели, что на самом деле происходит. Соответственно, что это означает? Может ли это приводить к протестным настроям? Уже приводит. Просто они еще не набрали тех оборотов, которые могли бы. И плюс, почему Курская и Белгородская области к этому подходят? Потому что как раз тут, как нигде, все вовлечены спецслужбы на фактор того, чтобы оттеснить украинских военных. Контрразведка работает на то, есть ли там кроты в составе ВСРФ. Ну, понятно, отрабатывают там определенные антитеррористические меры, но все равно бдительность более потеряна. Потому что у них тут на территории война, но им необходимо тут заниматься. Даже чем в других регионах. Поэтому да, из тех, кто еще действительно там не уехал и остался, то, конечно же, пору собирать подписи о проведении референдума о присоединении там. Или не о присоединении, а о создании автономной республики или округа, или независимого государства. Вот понимаешь, смотри, мы так много ржали над Курнер и БНР, что, судя по всему, это на самом деле может действительно произойти. Не кажется ли тебе, что если следовать в этой логике, Украине стоит устроить такую же катавасию и в Брянской области, и три приграничных области? Конечно. В этом есть и политические соображения, и военные. Если мы говорим о политических соображениях, понятно, что мы можем и должны предложить людям просто выбор. Вот я всегда говорил, а давайте по истечению определенного времени, когда там местным жителям покажут преступления, которые российские войска осуществляли, к чему привел путинский террор, и что несет путинская война, давайте вот проведем опрос, а в дальнейшем референдум о том, чтобы жители высказались, а что дальше? Автономная независимая либо вообще независимая республика, либо что дальше? Как мы определяемся? Да? Да. Исходя из того, что Россия все-таки федерация, что вообще предусматривает федерация? Федерация предусматривает в случае, когда субъект федерации может ставить, да, понятно, Конституция запрещает пересмотр там строя и так далее. Но согласно теории государства и права даже, если субъект федерации не согласен категорически, он может это оспаривать, вплоть до того, что он готов выйти из состава федерации и дальше, ну скажем так, осуществлять там управление или самоуправление самостоятельно либо другими формами, так как уже местное общество и община определиться. Вот, собственно говоря, в этом и тоже есть определенный момент. Поэтому, я думаю, что когда мы говорим о Брянской, Белгородской областях, да, конечно, вполне допустимо. Мы же видим, что у нас уже достаточно много, сотни видеосвидетельств того, как жители районов Курской области реагируют на украинские вооруженные силы и самое главное, что они четко понимают и называют вещи своими именами уже и понимают, почему это произошло, по крайней мере публично, а это уже важно. Согласен абсолютно. Если вернуться на Кавказ, если вернуться к Кадырову, как ты думаешь, у Путина сейчас, на данный момент и на самом деле, есть силовой ресурс для того, чтобы Кадырова поставить на место? Я думаю, что пока Кадыров в Чечне точно нет. А если Кадыров покинет Чечню и приедет куда-нибудь в Москву, то возможно. Нужно по-тихому арестовать и так далее. Тут же еще понимаешь, что будучи в Грозном, Кадыров чувствует себя все-таки крепким и так далее, что я на месте, кто мне что здесь делает. А вот так, да. Но просто вопрос в том, что Путину Кадыров нужен. Он его не будет ставить на место. Путин использует Кадырова, чтобы посеять страх и сплетни о том, что Кадыров будет после Путина и смотрите, какое будущее вас может ждать. Либо что Кадыров может прийти в скором времени и смотрите, что вас ожидает, может быть еще хуже. Поэтому сладитесь вокруг Путина и поддерживайте его сейчас. И это в том числе и чинушам, чиновникам, о которых ты говоришь, и всем-всем-всем посыл, что Путин может его сдерживать, но что будет, когда Путин уйдет, он перестанет его сдерживать, то есть в дальнейшем это реалии того, что Кадыров может занять место Путина и во что превратится Россия. Вот это вот Путин хочет, я думаю, тоже подтолкнуть и подсказать. Тем особенно, кто поддерживает идею бунтов, кто, возможно, ведет в том числе разговоры и с Кадыровым, я не исключаю ничего. Определенные представители спецслужбы и так далее вели эти разговоры, возможно, сейчас они продолжаются. О том, какую роль себе выдел бы Кадыров в будущей России и, возможно, они хотят услышать, что эта роль может быть в роли лидера, президента и так далее. Это все обсуждается, да. Но Путин, опять-таки, с одной стороны, он постоянно Кадырову благодарит, все ездит к нему и так далее. Но, тем не менее, он его использует в разных инсцинуациях и манипуляциях, абсолютно разных, в зависимости от того, какая ему в данный момент выгодна. Многие говорят, что Путин еще, на самом деле, держит Кадырова, потому что Кадыров, условно, это жандарм на Кавказе. Да, вот со своими 45 тысячами абреков, да, он типа любого, кто готов усмирить. Но тут есть другой вопрос, о том, что из-за этого все соседи, которые окружают Чечню, дагестанцы, ингуши, осетины и так далее, Кадыровцев на дух не переносят. И в случае чего могут выступить против них. Вот тут вопрос, а могут ли они все выступить против Кадыровцев, могут ли они объединиться против Кадыровцев? Насчет объединиться не знаю. Возможно, под какой-то целью, опять-таки, там, условно, исламского государства. Еще чего-нибудь там. То есть какой-то тут тоже будет зависеть, что будет превалировать. Тех, которых ты перечислил, регионы, они практически самые бедные. Тем не менее, достаточно много из этих регионов отправляло представителей своих на войну против Украины. Начиная вообще с 22-го года с полномасштабного отражения. Мы это помним. И поэтому они тоже пострадали от этого. И, соответственно, для того, чтобы им сплотиться, нужна идея. Идея – это либо свободный Кавказ и система управления с определением и так далее. Отход от России, от Москвы, как от центра, который там ничего не продуцирует. Это одна из идей. Но вторая идея – это более религиозная. Давайте всех сейчас силой объединим и создадим какой-то условный кавказский халифат. А дальше будем действовать уже по ситуации. Но для этого необходимо, конечно, уничтожить Кадырова и его приспешников. Ну, очевидно. Потому что без этого будет тяжело. Но потенциал объединиться – да. Что касается в целом, то тут необходимо еще понимать, что, конечно же, для того, чтобы им объединиться, им необходимо оружие, боеприпасы и так далее. Об этом тоже необходимо позаботиться. То есть, ну, в русско-турецкой войне Британия подвозила кавказским народам. Да, вот, все, что необходимо – опорать и так далее. Кто сейчас может стать такими? Но тут тяжело ответить. Им же необходимы ресурсы. Ведь дело в том, что для того, чтобы противостоять кадыровцам, по крайней мере, до того, как они там деморализируются и не будут сдаваться в плен, необходимо вооружение. И вот тут самый главный вопрос. У них желание-то есть, а вот хватит ли вооружения? И кто готов его поставить? Возможно, да, хватит, но возможно, нет. Вот это самый главный момент. Хорошо. Еще одна группа людей, и тут твоя профессиональная стезя. Правильно ли мы делаем, скидывая со счетов такую самую терпильную часть российского общества, как то российских военных, которые и командование отвратительное, и гонят в местные штурмы, и деньги часто не выплачивают, и командиры обнуляют, и так далее, и тому подобное. А может ли эта часть стать пассионарной, кроме вот того варианта, о котором ты говорил, когда они возвращаются домой, или тыловые части начинают бунтовать для того, чтобы не идти в местные штурмы? Это в принципе возможно или нет? Дело в том, что без низов поддержки военных очень тяжело, потому что Россия ведь на самом деле делала многие шаги для того, чтобы военнослужащие и офицеры были на самом низком уровне иерархии силовиков и так далее. ФСБ достаточно плотно работало и работает и занимается любыми проявлениями их подавления. Мы видели на примере некоторых российских офицеров, которых задерживали и так далее и так далее, что они высказывают свое несогласие. Но их поодиночке раз разобрали и все. Отправляли кого по тюрьмам, кого там отправили под домашний арест либо куда-то там еще, но тем не менее провели соответствующую работу. То есть мне кажется, что офицеров за собой как раз могут потянуть бунтовщики, там сержанты, солдаты и так далее. А они могут взбунтоваться? По-твоему? Солдаты? Да. Да, да, И они сначала расстреляют своих офицеров, ясное дело. Такие случаи уже были? Или ты не слышал о таких? Понимаешь, бунт это ведь такая штука и вещь, что его не надо продумывать там будучи офицером, стратегию какую-то. Нет, его запускаешь и все, а дальше он идет. Просто вопрос в том, ты его либо возглавляешь, либо ты с бунтовщиками, либо ты с Путиным, либо ты непонятно. Либо тогда ты не хочу слоу, но на одну и вторую роль. И поэтому, да, такой бунт, да, среди именно вот таких мобилизованных и так далее, да, он возможен. Тем более, учитывая, сколько там разных элементов собрано, абсолютно противоположно, в том числе и с тюрьмой, и не только, конечно. Хорошо, спасибо тебе огромное. Вот это вот очень интересно, и мне кажется, что действительно многие недооценивают это вот протестное настроение, которое докапливается в российской армии на низовом уровне. Да, вот те самые, которые дохнут, голодные, обоснованные и так далее, но тем не менее, пока что еще продолжают лезть вперед, но мне кажется, что тоже тут много параллелей с Первой мировой войной. Много, потому что да, потому что, ну, это все происходило. Я хочу напомнить, кстати, что вот сейчас многие говорят, ну, ведь российские войска продвигаются, это успех. А почему не праздновали победу в Углидаре? Полтора километра площади, да. А где была, где отрожественной реляции, салют, почему Белоусов Путину не докладывал? Шойгуш за Марьинку докладывал? Да, да. Ну, а что, ну, а что тут Белоусов не, ну, потому что понимают, триггерная ситуация, она для нас непростая эмоционально, мы понимаем, но и для них она, скажем так, далеко нелегкая. Ну, потому что понимают достаточно серьезные потери, но, соответственно, а это, вот это вот бунтовщики как раз, офицеры, понимаешь, они все настолько там уже деформированы, он думает, я сижу в штабе, получаю свои какие-то деньги, ну, и фиг с ним. Ну, да. Он думает, а что я могу изменить? Ну, да. Что я, а вот этим уже пофигу, потому что, ну, у него, грубо говоря, что он вперед пойдет, что он назад пойдет, а так он хоть как-то может вырваться, то есть, он понимает, он жизнью рискует, офицера штабе, он не рискует этим, он еще может там пропитать, а этот рискует, что ему делать? Ну, вот так. Да. Ну, и так, намекнем немножко, что, насколько я понимаю, мятежный батальон остановить, в принципе, достаточно сложно. Если он действительно мятежный, если он рвется назад. Тут никакие... Мятежный батальон невозможно, то есть, я могу сказать, что, ну, во-первых, и во-вторых, еще один важный момент, индикаторы того, что в российской армии есть, скажем так, расположена к этому, заградотряды, фактически. Это не только Украина, это британская разведка, американцы об этом говорили, что СМИ писали американские, что они существуют. То есть, наказание, вплоть до физической расправы и убийства. Поэтому это к чему? Ну, это если бы от хорошей жизни этого бы не было. И естественно, что, когда эти мятежники с оружием, когда они движутся, плюс у них появляются еще поклонники, остановить их достаточно тяжело. Я даже подозреваю и допускаю, что многие будут просто отходить, не вступать даже в боевые столкновения с ними. Да, в особенности, если они уничтожат какой-то заградотряд на своем пути назад и об этом узнают на других участках фронта, то... Да. Спасибо тебе огромное. Прекрасно поговорили. Береги себя и до встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok